всем здравствуйте друзья на российском рынке появилась очередная новиночка это семиместный гибридный кроссовер российские друзья кроссовер давайте смотреть давайте знакомиться с автомобилем и начнем пожалуй знаете чего начнем со стоимости этого автомобиля сколько он стоит многие просили сразу же начинать обзоры на автомобиле со стоимости все услышал давайте смотреть 3 миллиона 899 тысяч рублей ну почти что 3900 модель называется айс пейс автомобиль этот от компании эволют кто не знает эта компания приезжает и лежит мотор инвесту и собираются эти автомобили где-то под липецком построена данная машина на базе какого-то дон фенга какого именно напишу в описании переходите смотрите там полная информация по данному автомобилю будет все технические характеристики будут указаны будут расписаны так что кому интересно ныряйте под видео читайте все внимательно ну а мы посмотрим внешний вид автомобиля и познакомимся с интерьером данной электрички что сразу же стоит отметить то во первых здесь светодиодная оптика смотрите как изящно расположилась светодиодная линия до в передней части капота это уже стало модно на китайских автомобилях также обратите внимание какой здесь шильдик какая эмблема она подсвечивается и она отличается нежели на бюджетном электрическом седане и валюта и про здесь просто буковка е за которой расположилась зарядка кстати вот такой седан со всеми акциями скидками можно забрать за полтора миллиона с субсидиями если эта машина конечно же стоит дороже и скидки акции на нее пока никакие не действует все-таки новиночка на российском рынке по оснащению дальше круговой обзор передние датчики парковки адаптивный круиз-контроль система удержания полси движения есть не есть также узнаем и есть система экстренное торможение перед препятствием легкосплавные колесные диски 19 обратите внимание какой у них дизайн это у нас пластиковые вставки они случае повреждения их можно заменить на передней оси пластиковые подкрылки дорожный просвет 180 миллиметров кто не знает это 18 сантиметров двери линию порога закрывает что очень-очень удобно причем отмечу что дверь закрывается вот этот порог закрывается полностью видите вот эту резинку она заходит под порог закрываем все что это означает все очень просто порог всегда чистый садимся брюки не мараем на задней оси фетровые подкрылки по отношению к передним пластиком конечно же фетровые подкрылки обладают лучше шумоизоляции это много круче почему не поставили передние подкрылки фетровые непонятно на задней оси подвеска независимая пружинная многоры чашка задние тормоза дисковая вот так он устроена подкапотное пространство здесь расположился двигатель мощностью 110 лошадиных сил в паре с электромотором силовая установка выдает 177 лошадок привод передний коробка вариатор привод будет везде передний полноприводных версий нет под капотом видим сплошную нет составную пластиковую защиту три элемента раз два три и в центральной части это у нас крышка над двигателем газовых упоров нет шумоизоляция подкапотного пространства сделано минусом конечно является то что отсутствуют газовые упоры потому что капот на этом автомобиле очень очень тяжелый одной рукой его даже сложно поднимать и поднимать нужно его высоко чтобы поставить вот это вот кочергу что опять же неудобно при рассмотрении задней части автомобиля мы здесь видим светодиодную изящную оптику причем отмечу 5 дверь здесь на электроприводе нажимаем кнопочку и она у нас поднимается чего здесь нам не хватает это сразу же говорю да не хватает дополнительных фонарей вспомним audi q5 q7 когда крышку багажника поднимаем здесь у нас получается есть дополнительный свет в данном автомобиле нижних габаритов на мой взгляд все таки недостаточно мало мало освещенности нужны дополнительные фонари сейчас третий ряд сложен ровный пол объем багажного отделения в таком положении девятьсот тридцать четыре литра если складываем второй ряд получается объем багажного отделения две тысячи сто двадцать пять литров под фальшполом спине нам материале мы видим аккумуляторную батарею дополнительно она 43 ампер часа есть баллон с герметиком для ремонта шин знак аварийной остановки буксировочная петля и все по ходу плафон освещения розетки на 12 вольт багажного отделения нет достаем третий ряд складывается третий ряд в пропорции 50 на 50 второй ряд складается пропорции 60 на 40 сейчас объем багажного отделения сто восемьдесят семь литров немного да ну в принципе это больше чем на многих семиместных автомобилях посадка на третий ряд осуществляется с правой стороны как обычно как и на многих семиместных кроссоверах сиденья второго ряда мы можем двигать вперед назад есть регулировка регулировать угол наклона спинки и также вот таким вот нехитрым способом можем разместиться на третьем ряду первым делом смотрим можно ли разместить ноги под вторым рядом все отлично ноги туда у нас поместятся дальше видим есть подстаканник органайзер крепление для ремня безопасности подушка безопасности в стойке у третьего ряда имеется также есть средней стойки и в передней стойке ее нет у водителя и у пассажира всего подушек получается 6 штук с левой стороны то есть справа и все аналогично тоже подстаканник есть подлокотник он нас отделан пластиком здесь у нас по всей видимости встроены динамики крыша панорамная с электролюком также стоит отметить что на третьем ряду есть возможность регулировки по высоте подголовников и тут две штуки подняли не совсем удобно но все мы понимаем что третий ряд в любом семиместном автомобиле до в таком относительно большом это все таки как опция для детей здесь им будет удобно комфортно взрослому человеку все таки не комфортно спинка второго ряда регулируется считаем это первое положение второе положение третье положение четвертое положение 4 положения и вот такая у нас разница это получается положение среднее это положение последние в подлокотнике видим подстаканники держатели у нас резиновые задней части переднего подлокотника разместился юсб порт здесь же видим что пол в туннельной часть не выпирает она ровно что очень удобно кармашек кармашек у водителя и вот так вот устроена дверная карта составы 2 ряда верхняя часть сразу же отмечу отделана пластиком здесь у нас пластик под дерево центральной части расположилась эко-кожа нижней части пластик отмечу что есть два салона коричневый как здесь есть еще черный салон в продаже кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов мы его можем двигать вперед назад регулировать угол наклона спинки лифта к сожалению у него нет обратите внимание что есть перфорация передний ряд сидушек с вентиляцией есть подогрев включается вентиляция подогрев через мультимедийную систему к этому мы еще вернемся перчаточном ящике жилет и все здесь у нас пластик здесь ставка языка кожи вставка из пластика под дерево верхняя часть отделана пластиком и ставка еще из пластика под алюминий вид на дверную карту со стороны переднего пассажира здесь по отношению к дверям второго ряда уже верхняя часть отделана с пениным материалом мягким шумопоглощающим на втором ряду все-таки у нас пластик на дверях водителя расположился без ключевой доступ вот эта вот кнопочка боковых зеркалах датчики мониторинга слепых зон сзади камера круглобзора 360 градусов вид на дверную карту со стороны водителя верхняя часть отделана с пениным материалом обращу ваше внимание что пульт управления электростеклоподъемника им пульт управления боковыми зеркалами совмещенный что очень удобно в нижней части органайзер динамика аудиосистемы всего динамиков раз-два и на втором ряду 36 и скорее всего есть еще сам буфер багажном отделении 7 динамиков автомобиле кресло водителя регулируется за счет электроприводов шести направлений вперед назад вверх вниз и угол наклона спинки присядем за руль здесь мы видим цифровой щиток приборов руль отдел кожи белая строчка противный сигнал сейчас он нас выключится говорит нам о том что у нас перекачано одно колесо еще у нас нету ключей зажигания у нет ключей зажигания мы него не поедем они нам не нужны рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету есть управление круиз-контролем круиз-контроль адаптивные есть система экстренное торможение перед препятствием обратите внимание что мультимедийная система на русском языке все очень удобно все читабельно климат однозонный здесь мы можем включить вентиляцию водительского сиденья также вентиляция есть у пассажирского сиденья есть подогрев водительского сиденья трех диапазонный есть подогрев переднего кресла переднего пассажира в меню мы видим навигация навигация работает без интернета круто классно дальше смотрим есть обзорность 360 градусов ситуация вокруг автомобиля расширенные камеры спереди сзади сбоку слева справа и непонятно почему мультимедийная система русифицирована вот здесь у нас также по-прежнему остались китайские иероглифы можем подключить свой телефон отвечать на вызовы слушать радио и настройки автомобиля здесь у нас параметры вождения задаются кузов управления кузовом система помощи водителя интеллектуальные интеллектуальная зарядка и разрядка можем разряжать заряжать аккумуляторную батарею и управление энергией управляем током на какой нам нужен настройки 25 процентов 80 процентов это наверно вот эти настройки когда в работу включается dv чтобы заряжать аккумулятор мы же движемся на аккумуляторе можем двигаться на одном аккумуляторе можем двигаться на двигателе если мы едем только на аккумуляторе проедем свободно 87 километров на одних лишь аккумуляторных батареях заглушенный dvs если у нас работает dvs и работают аккумуляторные батареи мы свободно проезжаем 1150 километров но это с условием если мы заправили полный бак бензина объем которого 60 литров на центральной консоли удобный пульт управления кондиционером климатом то есть написано кондиционер на самом деле это однозонный климат-контроль физические клавиши намного лучше чем сенсорное управление однако можно поругать этого китайца за то что здесь нету кнопок включения подогрева сидений они бы были удобнее чем постоянно переходить в меню искать вот именно подогрев сидушек что очень очень удобно куда удобнее нажали кнопочку и подогрев сидений у нас включился кнопка старт-стоп соответственно есть система старт-стоп в этом автомобиле беспроводная зарядка для телефонов розетка на 12 вольт usb слот коробка здесь вариатор есть курсовая устойчивость помощь на спусках несколько режимов езды считаем какие экономичный нормальный спортивный экономичный три режима электромеханический ручник системы автохолд подстаканники поставка для ключей удобный подлокотник ниша с продолжением плюс здесь есть охлаждение закрывается слева справа это намного удобнее нежели вот такая вот штука на и либо вот так вот назад от сдвигается здесь куда все круче можно ездить так сколько раз вам отмечал вот именно такой подлокотник именно такая конструкция створок намного удобней отделка верхней части полностью эко кожей есть срочка срочка не белая и хорошо да вот и единственный нюанс минус то что строчка на рулет белая очень-очень пачковито и сам руль черный отделан кожей не греется боковые зеркала возможно с подогревом кстати они у нас еще с функцией электроскладывания видите как все четко работает крышку багажника можем открыть есть помощь гололед корректор фар и что еще вам здесь отметить друзья больше в принципе отметить нечего да есть еще очечник есть управление панорамная крыша есть свет козырьки пассажира зеркало с подсветкой в козырьке водителя зеркало с подсветкой сколько точно динамиков обязательно узнаю и напишу в описании теперь пишите свое мнение в комментариях как вам такой новый герой на российском рынке и валюта и space российский кроссовер да все мы знаем что это какой-то там дон фэнк но это неважно главное что в птс написано что автомобиль российский 4 миллиона конечно же это большая цена для данного автомобиля конкурентов данном ценовом сегменте у машины очень очень много и а space у на этом фоне будет конкурировать очень тяжело но думаю свой эксклюзивный клиент на данный автомобиль все-таки найдется когда будут действовать акции и скидки пока непонятно ждем хотелось бы чтобы на айспейс и была такая же хорошая скидка как на электрический седан эволют ай про который сейчас можно забрать за полтора миллиона рублей все друзья на этом у меня теперь пишите свое мнение в комментариях ушел в комментарии отвечать на ваши вопросы до новых встреч